Все большое непременно начинается с маленького. И получение высоких урожаев кукурузы невозможно без правильной обработки семян. Что я имею в виду, когда говорю правильная обработка семян? Уже ни для кого не секрет, что обрабатывать семена кукурузы фунгицидом и инсектицидом – это необходимость. Мы защищаем семена от почвенных вредителей, от почвенной инфекции, а также семенной. Тем самым формируем густоту на начальных этапах роста. И такие продукты, как Максим Кватра и Форзе, давно стали стандартным для обработки семян кукурузы. Получение ровных и здоровых сходов, которые способны противостоять вредителям и болезням, для реализации полного потенциала гибрида уже недостаточно. Необходимо нечто большее, а именно, чтобы растение максимально усваивало элементы питания, а также противостояло стрессам, а именно засухе. И современная обработка семян от сетке способна решить эти вопросы. Справа от меня находятся семена, которые были обработаны в самом начале препаратами Максим Кватра плюс Форзе. В прайсах вы часто видите название «стандарт» либо «стандартная обработка». Слева от меня вы видите растения, семена которых были обработаны новейшими технологиями в обработке семян. И называется данная обработка «элевэйшн». В чем разница этих двух обработок? Максим Кватра плюс Форзе – это отличное решение для контроля вредителей и болезней. Мы видим, что растения и густота здесь сформированы отлично. Никаких заболеваний на стеблях и выпадов растений нет. Но если мы посмотрим чуть выше, то сейчас у нас уже конец августа и растения со стандартной обработкой Максим Кватра плюс Форзе постепенно теряют цвет, постепенно нижние яруса отпадают и налив заканчивается. Если же посмотреть на обработку «элевэйшн», то мы видим, что верхние яруса листьев гораздо зеленее. То есть фотосинтез в них идет выше, продолжается налив, то есть растение развило достаточно мощную корневую систему, что даже в засуху сейчас способно потреблять нормальное количество элементов питания и воды. Чтобы наглядно объяснить эти сложные слова о потреблении минерального питания и так далее, я предлагаю вместе с вами сейчас пройтись и просто выкопать растения и посмотреть на их корневую систему. Проходим на вариант с обработки «элевэйшн», выбираем первое понравившееся нам растение. И то же самое проделаем на варианте с обработкой семян Максим Кватра плюс Форзе либо стандарт. Что мы здесь видим на варианте обработки «элевэйшн»? Что корневая система, насколько мы могли выкопать, достаточно развита. Наблюдаем большой объем коронарных корней и их ответвлений боковых. Это значит, что резосфера вокруг корневой системы очень хорошо развита. Плюс мы видим, что корни длинные, и это то, что мы выкопали. Дальше корневая система уходила на многие метры вниз, что обеспечивало растению потребление водой, генеральным питанием в течение засухи. Если мы же посмотрим на растения, обработанные стандартом, да, мы видим также чистую белую корневую систему. Никаких повреждений фузариоза мы здесь не видим. Но объем этой корневой системы примерно в два раза меньше, чем на обработке «элевэйшн». Это значит, что корневая система была меньше, площадь питания у растений, соответственно, была меньше. И это повлияло на развитие растений и на формирование початков. Если будем смотреть, как это повлияло на физиологию растений, то растение сформировало одинаковое количество листьев, одинаковое количество початков. Но если будем подниматься снизу вверх, то заметим, что на определенном этапе вариант обработки «элевэйшн» становится зеленее. И листья, как я говорил ранее, на верхних ярусах также более насыщены. То есть в них в данный момент идет больше фотосинтеза. Естественно, это повлияет и на формирование початки. Возьмем початок с обработки «элевэйшн». Отличный, полностью выполнен. Прекрасно. И со стандартом. Я думаю, разница очевидна. Данная обработка семян «элевэйшн» будет доступна на новинках компании «Сингента» в 2020 году. Заранее узнавайте у своих менеджеров и заказывайте данную обработку с новыми гибридами. М masкин «элевэйшн»... Продолжение следует...